Рекламно-информационная программа. 11.06 в Кире. Начинается программа «Разворот на бизнес». Студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Добрый день всем. Здравствуйте, коллеги. У нас сегодня очень интересная тема. Эта тема приурочена к тем событиям, которые прямо сейчас проходят в Кировской области, непосредственно в областном центре на прилегающих территориях. Мероприятие очень серьезное. И я вам скажу, что вряд ли большое количество наших слушателей о нем знают, потому что я не видела ни в средствах массовой информации, ни, к сожалению, на сайте правительства заранее выложенных каких-то обширных материалов. Но нам с Олегом, безусловно, не просто показалось, а очевидным стало, что это очень серьезное и значимое мероприятие для Кировской области, потому что, и мы так и тему обозначили сегодня, она звучит следующим образом. Племя молодое или племенная работа в Кировской области, от кого и от чего зависит 9% ВВП области? Задумайтесь. 9% ВВП? Ни один, ни полтора, ни два. Регионального продукта, но, да, это почти десятая часть всех поступлений в бюджет, которые есть. И вы удивитесь, о чем идет речь. Но речь идет действительно о племенной работе в животноводстве в Кировской области. И прямо сейчас в Кировской области проходит всемирный конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. И, поправьте меня, если я не права, первый всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров 2018. Правда? Только не всемирный, а всероссийский. Всероссийский. Смотрите-ка, я все укрупняю. Скоро, скоро будет. Я укрупняю, я смотрю вперед. Что такое мероприятие, и мы волнуемся вместе. Я считаю, что это очень дано. И вы волнуетесь вместе с нами. Алексей Алексеевич Котличков сейчас уже меня поправлял в эфире. Алексей Алексеевич Котличков, министр сельского хозяйства Кировской области. Представляем наших гостей. Добрый день. Здравствуйте. Владимир Яговкин, депутат областного законодательного собрания, председатель комитета по аграрным вопросам развития сельхозтерритории, переработки сельхозпродукции, предпринимательства и торговли. Владимир Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Борис Ожегин. Ожегин? Ожегин. Ожегин. Я правила, была в первый раз здесь, не ошиблась. Борис Ожегин, руководитель СХПК имени Кирова. Это Оричи. Борис Ананич, добрый день. Здравствуйте. Программа у нас, как всегда, продолжается два часа. Краткая версия программы будет в свежем номере газеты «Бизнес-новости» с фотографиями наших гостей, с основными ключевыми мыслями, инфографикой. И вот эти ключевые мысли мы должны сегодня выделить в течение эфира. Вот для затравки я скажу пару цифр, специально зашел на сайт Кировстата. Часто люди обращаются, смотрят, и в публикациях это фигурирует, о том, что у нас поголовье, ну там данные с 2000 года по 2017 год, поголовье крупного рогатого скота в области сократилось значительно с 570 до 238 тысяч голов. При этом производство молока осталось на прежнем уровне практически. Что 2000 год, 673 тысячи тонн, что 2017 год, 642 тысячи тонн. Ну то есть там с небольшими перепадами, плюс-минус, но сохраняется. И происходит ли это за счет как раз правильной работы и селекционной? В том числе мы говорили перед эфиром, что из двух составляющих основных это... Не расшифровывая. Происходит ли это за счет правильной селекционной работы? Да, за счет правильной селекционной работы, генетики и так далее. То есть когда сокращается поголовье естественным образом, при этом остаются объемы производства молока на прежнем уровне. Вот этот вопрос адресуем тогда Алексею Алексеевичу Котличкову, ну и, естественно, проанонсируем сегодняшнее событие. То, что вы перевели, это в соответствии с действительностью. Но надо сказать, что то направление, то тема, которую мы сегодня здесь обсуждаем, это очень сложная тема. Когда мы приходим в магазин, мы видим молочную продукцию, мясную продукцию, и рядовые граждане, они, к нашему сожалению, мало понимают и все меньше понимают, а все-таки как сложно это в жизни происходит, как это произвести. Мы всегда говорим в жизни все больше и больше о производительности труда. Вот если к 2000 году вернуться, если к советскому времени вернуться, где я успел поработать и в качестве специалиста сельского хозяйства, и в качестве руководителя, то надо сказать, конечно, что мы сейчас шагнули очень далеко вперед. Значит, две составляющие вообще в животноводстве. Это кормовая база и селекционные племена работы. В селекции мы слышим сейчас от руководства страны, в обществе слышим, мы отстали от мира, вообще отстали. Не только в животноводстве, мы отстали во многом. Она почти отсутствует в Российской Федерации. И задача стоит и президентом поставлена, и правительством России, конечно, это одно направление, снять зависимость, уменьшить зависимость от импорта, в том числе и в племенном скоте. В 2008 году Россия объявила нацпроекты. Их несколько было, 4 нацпроекта, в том числе по сельскому хозяйству. В рамках этого нацпроекта были выделены деньги, а деньги выделены на субсидирование процентных ставок. Это было впервые. Был обкатан пилотный проект, и после этого был объявлен нацпроект, и этот механизм заработал. То есть сельхозпредприятие берет кредит и покупает скот. В России количество скота при тех потребностях, которые у нас были, скот был, но продуктивного не было. То есть мы должны понимать, что нам не просто скот нужен, да? Нам нужна корова, если мы говорим сегодня о молочном животноводстве, тема связана с тем мероприятием, о котором вы, Светлана, сказали. Это корова, грубо скажу, но я его применяю в своей работе. Это машина по производству денег для сельхозтоваропроизводителя. То есть корова, она должна работать, она должна покрываться, она должна давать теленочка, она должна давать молоко. Молоко – это для крестьяна деньги. Поэтому продуктивность – очень важная составляющая. В советское время было много коров, но было очень мало племенного скота, и был уровень продуктивности очень низкий. Нарабатывались до пота, а результата нет. Это надо признавать и правильно понимать. Когда открылись ворота, когда перестройка случилась, когда стали в мире в другом жить, появилась вот эта возможность все-таки приобрести другой скот, чтобы не просто наработаться пот вытерет, а наработаться и получить доход. Мы все-таки об этом говорим, мы говорим об экономике сельхозпредприятий. Значит, в рамках нацпроекта Россия стала покупать очень много скота за рубежом. Просто много. Мы должны понимать, что от себя отдают, тем более при той, как бы сразу поток пошел. А где его взять? Это не токарный станок, который можно запустить в тресмены. Конъюнктура появилась на рынке гаек, болтов. Станок запустили в тресмены вместо одного. Это животное с 9 месяцем беременности. То есть это же такой процесс цикличный. Значит, много очень импортного скота привезли в Россию. Это Герифорд. Нет, Герифорд – это мясная порода. Это мясная порода. Мы говорим про молочное скотоводство. То есть в рамках национального проекта все направления были птицеводство, свиноводство. То есть весь скот закупался. Мы говорим о молочном животносе как самым тяжелым. Птицеводство и мясно-скотоводство, то есть птицеводство и свиноводство – это быстро оборачиваемое. Быстрый цикл. Большое количество потомства. Да, и быстрый цикл совершенно правильно, вообще вы разбираетесь, молодец. Значит, Кировская область в этом процессе не участвовала. Значит, с советского времени у нас работают племообъединения. Это племообъединение имеет быков, от которых получают сперму. У нас по сравнению с другими регионами, не со всеми, мы когда говорим, что мы пятые имеем по продуктивности, пятые в России, это обозначаем по молоку, да, это очень важный показатель, это показатель технологичности производства. То есть, как мы научились работать со скотом. Так вот, мы импортный скот в рамках этой программы не закупали, а через племообъединение мы из нашего бюджета помогаем племообъединению приобрести племенной скот, лучший скот там. Мы выбираем, потому что нам немного надо быков. Германия, Голландия, Канада, Штаты, Америка, Соединенные Штаты, Белоруссия, Россия. То есть, у нас есть такое понятие селекционно-племенная работа, и у большинства сельхозпредприятий есть план селекционно-племенной работы. Через этот план идет искусственное осеменение. То есть, там большая такая кропотливая внутренняя работа, где подбираются быки-производители по продуктивности. Я так далеко не буду уходить, но как бы такое понятие дам. По продуктивности мамы. Гены. Через гены. Мы в этом не участвовали. Понимаю, что у нас эта работа уже давно выстроена. Мы понимали, что скот, привезенный из-за рубежа, он не адаптируется здесь сразу. И мы видим, что в России до 50% скота ушло с ферм. Не надо сказать, что умерли. Они не адаптировались. То есть, они были выбраканы. Вот правильно слово даже вы мне подсказали. Их выбраковали, потому что они не смогли давать ту продуктивность, на которую генетика рассчитана. Вот там, условно говоря, у себя в Австрии или у себя в Белоруссии они дают одну продуктивность, а в России при наших климатических условиях и кормовой базе дают другую продуктивность. Даже помните, в свое время, когда ребята в армии служили, на Дальний Восток отправят, и они начинают там болеть. Допустим, почему с Коми у нас много переезжает людей сюда жить, потому что для них, если южнее, то они не адаптируются там. Так и здесь происходит. Три года назад у нас министр сельского хозяйства России нас собирал, 4 региона, как раз на эту тему. Как всю работу выстроить, потому как импортного скота накупили, а на рынке племенного скота мало. Где он? Вот сейчас на этой точке мы прервемся на полминуты и продолжим наш разговор. Очень интересно. Я чувствую, что можно с Алексеем Алексеевичем на день здесь остаться, и он нам расскажет все подробности. Но время бежит вперед, и мы продолжим через полминуты. Продолжаем разговор. Племенная работа в Кировской области, от кого и от чего зависит 9% ВРП области. Мы ведем разговор с Алексеем Котлячковым, министром сельского хозяйства Кировской области. Владимир Яговкин здесь с нами, депутат УЗС, председатель комитета по аграрным вопросам. Борис Ожегин, руководитель СХПК имени Кирова Оричи. Знаете, я, честно говоря, понимаю, что мы давно не обращались к этой теме, и для меня удивительно звучат в том числе и сроки по племенным стадам. Потому что действительно занавес рухнул очень давно, прошло уже несколько десятилетий. И удивительно, что в 2008 году, всего 10 лет назад, озаботилось правительство тем, что тот поток племенного скота, который закупался за рубежом, по факту, оказывается, мы не отследили, не посмотрели. В 2008 году, 10 лет назад, он начал закупаться с помощью государства. Да, наоборот, начали закупать. Его закупали хозяйство раньше самостоятельно. Как могли, так и закупали. 10 лет назад правительство... А давайте спросим... Владимир Владимирович, 10 лет назад не выгодно закупать, выгодно купить семя. Поэтому раньше покупалось семя для того, чтобы... До 2008 года. Просто дозы закупались. Да, да. А в связи с тем, что начал развиваться нацпроект, потребовалось большое количество поголовьев. А когда правительство сказало, что давайте не будем зависеть от импорта, давайте свое племенное стадо заводить, своих быков, собственно говоря. Вот тогда, в 2008 году, стали смотреть... Сталось завозить не быков, а стали завозить маточное поголовье нителей. Нителей. Да, то есть она покрытая... Будущих коров. Будущих коров. Будущих коров. Будущих коров. Чтобы ускорить процесс, и государство стало помогать. Вы берите кредит, мы вам компенсируем часть процентной ставки. И уже от этих коров... Да, будут, получается, и сами они будут доить, и будут... А бычков от них тоже... А там и телочки, и бычки. Их тоже отбирают, бычков, для племенного стада. Естественно. Ну, там очень низкий процент, бычков. Вот давайте я вам подробно на примере Красногорского расскажу. Когда в 2008 году пошел нацпроект, в Красногорском построили комплекс на 1800 дойных коров. До этого в хозяйстве было 600. Чтобы наполнить... В три раза больше. Да, чтобы наполнить, мы практически по всей Кировской области покупали нителей, ну, по продуктивности, чтобы не ниже 7 тысяч килограмм. Ну, это... Очень многое потребовалось обойти хозяйств, чтобы вот именно по факту строительства наполнить эти дворы и запустить производство. А из-за границы вы не покупали? Из-за границы туда не покупалось. Только Кировская область. Даже не регионы Российской Федерации. Ну, во-первых, их продуктивности. Вы выбрали всех, наверное, самых продуктивных. Ну, практически, да. Это все были лучшее хозяйство Кировской области, хозяйство Ассоциации Вятка Плем. Поэтому вот так мы вышли из ситуации. Но импортный скот мы не покупали. Вот вернемся к этой теме, да. Вот министр нас собрал и стали обсуждать тему. Министр сельского хозяйства России. Конечно. Мы стали обсуждать вопрос. Четыре региона, как бы самые, которые умеют работать. А в чем вопрос? А как дальше вести? И то мероприятие, которое здесь, я все-таки к нему вернусь, да. Пятнадцатый конкурс ассиминаторов. Он пятнадцатый в России. Раз в два года проводится. И первый, да, и первый зоотехников-селекционеров в России первый. И Москва решила объединить два в одном. И еще провести здесь совещание, посвященное селекционно-племенной работе. Она когда будет? Да, пятьдесят один регион. Сегодня у нас идет подготовка, как вы сказали, да. Тут уже приезжают и регионы, и судьи. Здесь же соберется 350 человек. Со всей страны специалистов. Да, специалистов, которые победители конкурсов в каждой регионе. И приедут специалисты, которые будут участвовать в этом совещании. Тема очень важная. Для России, как она давно уже назрела эта тема, но вот Россия, как бы, министерство собралось. Здесь это проводить. Поэтому завтра у нас будет в 10 часов открытие на базе Красногорского. Здесь, потому что выбрано пригородное хозяйство. Там для конкурса нужен Дом культуры. Там шесть групп. Там нам нужна ферма для ассиминаторов. Она будет отдельно огорожена. Там подобрано поголовье, где будет в Доме культуры теоретическая часть проходить. У этих шести групп так по потоку пойдет. А на ферме уже практическая часть. Поголовье наше? Да, конечно. От Красногорского. Все оно там выделено специально. Поголовье. Значит, открытие, конкурс. Остальных мы перевозим в Сельхозакадемию. Там будет совещание. Это представители, ну, типа меня, моей должности. Или заместители министров, кто приедут из регионов. И будет большое совещание с 14, с 16 регионов. Да, и будет обсуждаться сейчас в 12 часов. Прилетает директор департамента животного отца. И мы с ним начнем уже тоже работать сегодня. То есть важная тема. Мы Кировскую область племенной скот из-за рубежа не покупали. Мы работаем через искусственное осеменение уже много лет. О чем я сказал, что покупаем быков на племя обменения. Искусственное осеменение сегодня у нас 99%. Есть такое понятие «большое молоко». У нас такого понятия в Кировской области нет. Потому что у нас растелы сдвинуты. Потому что много кроется в других регионах быками на пастбище. Что такое «большое молоко»? Это когда приходит лето. Коровки уже выходят на зеленый корм, на выгул. И получается большое молоко. Но кроме того, что в большинстве регионов они в это время еще гуляют с быками и покрываются. То есть естественное осеменение происходит в определенные периоды. И потом растелы у них подходят. Когда корова растилась, она больше доит после растела. Как естественно в природе у всех. И получается там, где не искусственное осеменение, значит, большое молоко и по природе своей коровы начинают дыть, да еще выйдет на свежую травку, и получается двойной эффект и большое молоко. Как правило, из истории, я же уже как бы так все прошел, давно работаю. И директором работал. Спрос или цена в летний период на молоко падала. Потому что потребление города падает. И это плохо до хозяина. И переработчики думали, куда его девать и затоваривались маслом. Естественно. Когда мы говорим, мы интересны вообще для переработчиков не только внутри региона, а для других, это они сами говорят, у вас ровно производство молока. Что зимой, что летом. Потому как для переработчика оно так и должно быть. Вот эта селекционная племенная работа, к которой я возвращаюсь снова, значит, тема будет обсуждаться здесь потому, что как бы и показательный пример. Там я буду выступать, рассказывать. За счет чего? За много лет идет улучшение, улучшение стада. Но оно не просто улучшение стада, его надо накормить. Мы проходили, когда хозяйство возьмет и купит племенной скот, но плохо накормит, это хуже еще того бывает. Поэтому здесь у нас строгая работа идет. И мы семинары проводим на базе таких хозяйств, как у Бориса Ананича. Давайте Борис Ананичку идем. Потому что нас, чиновников, Светлана, два слова еще скажу. Нас, чиновников, мне всегда слушают, когда бы ты профессионал не был. Ну, такое отношение, и мы это понимаем. Поэтому понимаем, мы проводим такие семинары на базе, как Борис Ананич выступит. Давно ли вам говорили, давно ли вы, Алексей Алексеевич, были в полях? Ставят на вид. Ну, Алексей Алексеевич в полях бывает еженедельно. Это вы обсудили до эфира. Понедельник. Это комментарий кому, что он говорит, что вас не слушает. Смотрите, я еще что хочу сказать вот в эту тему. Почему у нас это мероприятие? Настолько развита у нас база, у нас 70% скота племенного. По России, а мы только к 20% подходим вообще. Это как бы такой результат. Ну, по работе, о нем кричает, говорит о чем. Мы же внутри этого аграрного сообщества. Эта работа идет и идет для того, чтобы уметь зарабатывать деньги. Деньги зарабатывать. Не именно продуктивность поднимать, а деньги. Тут тоже, чем выше, тем больше затраты. Тут сбалансировать корм надо там и так далее. Все составляющие дорогие. Так вот, мы племенной скот продаем более чем в 20 регионах Российской Федерации. Это наши крестьяне продают материал. Это наш товар. Это наше достояние. Это вот за эти 10 лет мы сумели добиться таких результатов? Ну и раньше. Так меньше. Шаг за шагом у нас увеличивается количество племенных хозяйств. Алексей Алексеевич, это очень важно то, что вы сказали. Что в Кировской области возник опыт, который в некоторой степени является уникальным. Что мы смогли, благодаря ЭКО для коров, отрегулировать производительность этих коров по молоку. Чтобы не было затарки. ЭКО это ты имеешь в виду экстраконкуральность. А это случилось стихийно или это планово? Нет, конечно, это планово. Что значит стихийно? Тут не бывает стихийно. Там, где стихийно... Вот я пришел на работу, я 15-й год работаю. Один руководитель района мне говорит, Алексей Алексеевич, помоги. Все вроде бы уже корма приготовлены. Все достаточно... Но нет продуктивности. Две тысячи и все. Когда специалисты посмотрели, в стадии бык. Бык работает с мамой, с сестрой. Какая может быть генетика? Это еще наоборот ухудшение идет. Родственных же связей не должно быть. Родственных связей. Поэтому это такая многолетняя, кропотливая работа. Еще хочу сказать от темы... Вы же потом мне слова не дадите больше. Хочу сказать, когда граждане едут по территории Кировской области и видят, что нет стадов. А где же скот-то? Вот дожили там у нас. Котлячков довел. Вообще уже все развалилось. Нет скота. Мы его не пасем. 70 с лишним процентов стада у нас не пасется. Я слышал интересную вещь, что коров надо держать в стойле, а свиней наоборот пасти. Вот смотрите. Для качества мяса. В частности, молока на львове. Пасти там, это как бы другой разговор. Есть тоже тема. В промышленном производстве не попасешь. Тема. Экономика. Я хочу наших крестьян сказать, что они научились зарабатывать деньги. Когда корова весной... Мы в советское время, я в очень развитом хозяйстве работал. Но и то у нас сил не хватало. Мы ждали зеленой травки, чтобы корову выгнать на пастбище, накормить. У нас не хватало силенки заготовить кормов. Сейчас техническое переоружение, которое прошло, у нас хватает сил заготовить в полном объеме кормов. Когда мы весной выгоняем коровку, у нее стресс в организме. Она уходит с одного питания на другого содержание. И у нее спад по молоку идет. И на это уходит примерно месяц. Потом она адаптируется. На себя если переложить, примерно да. Осенью происходит то же самое. Снова с летнего содержания, она уходит на зимнее содержание. С другого, с пастбища, она встойла. У нее опять стресс. Опять месяц уходит на это. Кормов не хватало. Сегодня кормов хватает. Называется там однотипный тип кормления. Однотипное кормление. То есть траншею заложили, из нее кормится, кормится, кормится коровка. Ее не гоняет. Два вопроса. Где хватало кормов, сейчас хватает. Второй вопрос, падает по молоку. Крестьяне посчитали выгоднее заготовить больше кормов, чем с коровой, которая от молока спадет. То есть это экономика. Наши крестьяне умеют зарабатывать и считают деньги, и над этим зарабатывают. Второй вопрос. Высокопродуктивное стадо. Его гонять на пастбище. Это большие, крупные коровы. Травмы, маститы и так далее. То есть здесь в комплексе идет очень грамотное ведение сельскохозяйственного производства. Когда коллеги едете и не видите коров на пастбище, не означает, что у нас. У нас их идет увеличение. Поголовье третий год. У нас идет увеличение поголовья коров. Это очень важно. Спасибо. Борису Ананичу можно передать. Да, прервемся на полторы минуты. И обсудим с Борисом Ананичем очень интересный вопрос как раз о качестве кормов, кормлении. И как это сказывается на молоке. Вот я как потребитель сейчас сижу и слушаю. Ну вот в рекламе какого-нибудь там молока ты смотришь коров, которые пасутся на альпийских лугах. И вот именно это молоко самое классное, вкусное и полезное. А тут нам рассказывают, что коровы стоят в стойлах. Их однотипный вид кормления. И у меня закладывается подозрение. А не сказывается ли это как-то на качестве молока? Вот мы об этом поговорим после короткого перерыва. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Уникальным опытом работы, селекционной работы и работы с племенным стадом буквально завтра уже поделится Кировская область на Всероссийском совещании, которое будет проводиться здесь, в Кирове. Мы освещаем то, что происходит сейчас в нашем регионе и вспоминаем, как провелась эта работа, начиная с советских времен и заканчивая нынешним моментом. Очень много интересных вещей. Вот сейчас впервые я услышала на самом деле. Ну и, конечно, у меня был такой провокационный вопрос, но потребительский абсолютно перед нашим перерывом. Потому что Алексей Алексеевич Котличков рассказал, что сейчас коровы у нас имеют однотипный вид питания. Они кормятся специальными кормами, комби-кормами. Комби-корма добавляются. И есть идея, чтобы они видели зелёный цвет. Подожди, подожди. Не зачем ты всё рассказываешь? Погоди. Дай я свою повторю провокацию. А я сказала, что, конечно же, мы видим в рекламе, когда нам показывают молоко, коробочку, там коровка на Олимпийских лугах, значит, бабушка какая-нибудь тут же на лугах идёт с букетиком цветов. И ты думаешь, ну как же так? Корова, которая пасётся на лугу, она, наверное, даст более качественное, витаминизированное молоко, чем та, которая стоит в стойле. Однако мы понимаем сейчас, со слов министра сельского хозяйства Кировской области, что эффективнее, продуктивнее, чтобы корова была в стойле. Нет ли здесь противоречия между... А давайте мы сейчас... Хорошо и эффективно. ...будет говорить, и мы говорим, когда картинка на лугу, корова пасётся. Мы зададим вопрос руководителю. А сколько корова может корма скушать, вот просто когда она травку с пастбища берёт? Когда она работает сама. Да, и сколько вообще в день надо корма, вот для того, чтобы она выдала молока побольше? Да, Борис Анатольевич? Если сказать, вот вы сказали, что домик деревни... Ну я, в принципе, какой-нибудь... На самом деле это молоко наше. Кировское. Наше молоко, вот я смотрю, нас берут в молоковоречах, увозят в Москву, перерабатывают, этот домик деревни приходит наш, это как раз фирма Вимельдан, в которую мы сдаём молоко. Но оно уже ультрапастеризованное. Ну это занимаемся переработкой не мы, но молоко это наше, часть этого молока наше. Во-вторых, действительно, пасти или не пасти, это вопрос вставал, когда мы начинали этим заниматься. И понимаем, что действительно корова не съест, вот если сегодня корова даёт у нас некоторые, вот я посмотрел по контрольной дойке, коровы дают по 56 литров молока. 56, 58 литров молока, если коровы дают за день. Как столько коровы на пастбе, что они не съест столько корма. И ни в каком разе зелёного корма просто не съести. И она не даст такого количества молока, как она даст у нас на стоилом... Ну, я имею в виду, не стоилого сейчас содержание беспривязное, но на ферме. У неё же сейчас, вот особенно при беспривязном содержании, мы строим новую ферму, вот только что нынче построили, запустили ферму на 500 голов. И там ведь видно корова, ей корм всегда в достатке, полностью. Она захотела, пришла, покушала, сколько ей надо. Захотела, попила, захотела, полежала, снова пошла есть. И у неё идёт непрерывно. А на пастбе, она ещё должна этот корм отыскать. Там ведь не всегда... Отбиться от паутов. Да, не всегда ведь трава такая по поясу, а если она по поясу, она ещё и грубая тогда может быть. Это хорошо для вас. Это хорошо для бизнеса. А для меня, для потребителя, качество молока, в зависимости от способа кормления... Светлана, травостой, который коровка приходит на поле и кушает, он тот же косится. То есть он в организм-то приходится тот же, только в другом количестве. То количество молока, которое, сказал Борис Ананевич, коровка, если будет пастись, она не выдаст, она не может скушать. Вот если она это теребит. Поэтому травостой, который используется... Но там все белки, жиры, углеводы и витамины, которые остаются. Да, у нас же требования, у нас же ГОСТы есть, да, то есть не просто молоко, не вода же это, да. Это молоко с хорошей жирностью, с хорошим белком, у нас же очень высокие требования. У переработчиков молока, которое закупает, у них требования очень высокие. Поэтому здесь, смотрите, еще раз в голове, то, что коровка получает, она получает тот же травостой, но только в большем объеме. У нас остается до завершения этого часа 6 минут, поскольку мы должны будем отпустить Владимира Валентиновича и Алексея Алексеевича. Мы продолжим еще с коллегами говорить и о стадах, и о кормлении и прочем. Мы анекдот не рассказали. Анекдот как про зеленые очки? Да. Подожди, это в конце. Нам сейчас нужны цифры, потому что нам нужно понимать, есть ли у нас какие-то цели на ближайшие 3-5 лет, которые ставят перед собой правительство или хозяйство, да, в сельском хозяйстве, вот именно в племенной работе и по молоку. Потому что мы видим, что по всей Кировской области сейчас строятся гигантские фермы, просто мега-фермы. Да, это значит, что у нас будет увеличиваться поголовье. И перерабатывающие комплексы. Нет, ну давайте так, мы не будем говорить, что по всей Кировской области строятся мега-фермы. Строятся фермы, но слово мега не для всех. Тот проект, который есть в немском районе, который сейчас начинает реализоваться в Малмышском районе, да, это мега-фермы. Но в принципе, да, у нас фермы-то основные там 400 голов, 500 голов, вот такие строятся, это не мега-фермы. Строятся, реконструируются, это непрерывный поток идет. Ну, Светлана имеет в виду, что процесс идет, и количество ферм и поголовья, соответственно, увеличивается. Сейчас, да, я насколько понимаю, строится. Все-таки, какие сейчас задачи стоят и по племенной работе в Кировской области, да, и будем ли мы справляться своими силами, как это дело до сих пор, или мы смотрим еще куда-то на ближнее и дальнее зарубежье? Ну, безусловно, я так считаю, что увеличение продуктивности, оно, конечно, будет в дальнейшем зависеть от селекционной работы. Я думаю, что приобретение скота, вот тех нетелей, о чем мы говорили, из-за рубежа, его и в дальнейшем не будет. Мы здесь сосредоточимся на покупке семени. Или это будут оригинальные поставщики, которые есть внутри Российской Федерации, внутри нашей Кировской области. Киров обладает прекрасным семенем. И та продуктивность в пределах 8-9 тысяч мы можем обойтись даже собственным материалом. Я бы хотел добавить еще, вот мы много говорили там про зеленую травку, но ведь она, травка-то, корм-то несбалансированный. Зацепила. Несбалансированный. И на производстве есть понятие управления стадом. Это не значит, вот куда оно пошло, влево или вправо, а как его содержать, чем его накормить, как вовремя покрыть, как вовремя отелы прошли. И понимаете, вот это целая выстроенная технология, которая просто-напросто, вот если зеленая травка, это опять выпас, это ну просто возврат в средний век. Не уговаривайте меня. Такого уже убедили. Я понимаю, конечно. То есть мне важно как потребитель, что качество молока, которое я получаю при таком способе кормления, оно в 100% соответствует все требованиям, да? Гарантированно, Светлана. Конечно. И далее вот про то, о чем мы говорим, чтобы увеличить объем производства, мы, поскольку собираемся работать дольше, соответственно, мы должны питаться более качественно. Хотя мы в Российской Федерации, Кировской области и так потребляют молока, но нам нужно подойти еще к большему потреблению, это пища здорова. Поэтому задача, конечно, увеличения объемов, она стоит. И у нас она есть концептуальная программа «Миллион тонн». Если мы сейчас доим 1700 с небольшим, чтобы иметь миллион, нам надо доить 2700 в сутки. И вот здесь как раз эта работа имеет очень большой вес. В том числе, вот Алексей Алексеевич наживал, 80% у нас элитного скота должно быть, как, допустим, в Ленинградской области, там уже за 90. Это путь к увеличению продуктивности. А по России, мы видите, у нас там цифры вообще даже не пляшут. Поэтому есть огромный потенциал, и, конечно, нам нужно будет его использовать. У меня вопрос все-таки. Есть же физическое, физиологическое ограничение по объему производства молока одной коровой. А сколько коровы дают молока? Это пределы. Это предел? Или за границей есть гораздо более эффективные? Здесь мы все-таки отталкиваемся от экономики. Мы любые семинары проводим. Мы не говорим об увеличении продуктивности. Продуктивность – это технологичность. Мы говорим об экономике. То есть, чтобы больше корова давала молока, значит, ее надо балансировать корм. Потому что она выдаивается, все микро-макроэлементы из нее выносятся с молоком. И здесь стоит вопрос, насколько там рентабельно. Девять, десять. Поэтому здесь больше десяти тысяч продуктивности не будет. Там получается улучшение, оно уже и дорогое. Поэтому мы, когда говорим о качестве молока, вы спросили вопрос. А дальше нам надо его балансировать. То есть, и экономика. Поэтому десять тысяч – это наш предел, к которому мы подойдем. И на сегодняшний день, как-то я сказал на пресс-конференции журналистам, что у нас уже большинство хозяйств европейского уровня введения. Ну, там немножечко в интернете меня покритиковали, что попало говорит. Нет, нельзя крестьян так называть. На самом деле, у нас учет с Европой разный. Мы говорим о перееде круглогодичный растел, то есть надой на корову. А в мире принято на период лактации. Поэтому это разные достаточно очень вещи. Поэтому мы на самом деле, у нас сегодня в области технологии, собранные со всего мира, лучшие. Не надо нам никуда за рубеж ездить. Скот у нас свой адаптированный, хороший. Только дальше будем работать над этой темой. Алексей Алексеевич, есть ли научная база и научные институты? Вот завтрашнее совещание, оно же обмен как раз опытом. А есть кадры, есть наука, которая подсказывает, куда дальше двигаться. Естественно, у нас сельхозакадемия, здесь кадры готовят. Естественно, завтра будет у нас участвовать и головной центр, который в Москве находится, и институт. И да, тут завтра будет вместе с наукой. Задача государством поставлена как раз, чтобы, и как президент говорит, прорыв мы должны сделать. В том числе это для России. Мы-то как бы уже давно впереди. Конечно, госпрограмма продолжается. Финансирование идет? Да. Мы обязательно поговорим во втором части еще об одном очень важном вопросе, который сейчас обозначим, во втором части раскроем. Это обеспеченность кадрами. Обеспеченность кадрами в этой работе. Потому что... Давайте я в следующий раз вам приду и на всю область расскажу. Потому что на самом деле самый тяжелый вопрос это кадры и как с ними надо работать, и как мы работаем, и как выстраиваем с учебными заведениями. Не откладывая в долгий ящик в начале сентября. Договоримся об этом. Я всегда в вашем распоряжении. Начало учебного года самое то, чтобы об этом поговорить. Народ должен слышать и понимать. Спасибо, Алексей Котлячков, министр сельского хозяйства Кировской области. Владимир Яговкин, депутат УЗС, председатель комитета по аграрным вопросам. Борис Ажигин, руководитель СПХ имени Кирова. Борис Ананич с нами еще на некоторое время останется во втором части обязательно. Придут к нам под Хайрулин и Виктор Михеев. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. Вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова